Я была первопроходцем во многих терапиях. Хрион мы попили, холдинг-терапия, Абба, сенсорные всякие добавили, песочки, тенториум, терапия, звуком. Логопедов мы заменили тоже через терапию, спич-лидер. Для микропровизации правку Атланта мы пытались, Давиду обращались к скайпу, томатис мы делали, нам не помогло. Какую пользу приносят домашние животные людям? Дают молоко, шерсть. Кто дает молоко? Коу-у-у-у-у-у-у. Да, шерсть дают всякие козочки. Здравствуйте, это необычное интервью с мамой ребенка-аутиста. Это краткая энциклопедия по методикам работы с аутизмом. Здесь мама рассказывает на собственном опыте, какие методики работают, а какие нет, что дало продвижение вперед и почему были откаты. Здравствуйте, Наталья. Расскажите о себе, о своей истории, как начиналось, что было с Максимом, какие симптомы были. Меня зовут Наталья, моего сына зовут Максим. Многие нас знают, стоп-аутизм. И моему ребенку сейчас 9 лет, то есть мы прошли большой путь. Диагноз нам поставили в 2 года, на инвалидности Максим с 3 лет. И вот в этом году нам сняли официально. Ну, как бы не подтвердили аутизм, поставили там остатки задержки поставили. Задержка речи эмоциональная остается у него. Но это еще было до инфодайвинга. А теперь у Максима вообще все хорошо. Все только лучше и лучше с каждым днем становится. Так что моя благодарность инфодайверам Наталье, что каждый день Максим радует. И можно сказать, что для нас аутизм сейчас в прошлом. И моя благодарность, собственно, передать знания и идти дальше, потому что нас знают. Мы для людей не какие-то абстрактная семья и какой-то абстрактный ребенок. У нас много фото, у нас много видео. И я хочу эту информацию передать другим мамам. Эту надежду, это желание помочь своему ребенку и себе. Вот, поэтому могу рассказать наше начало, хотя есть много информации на блоге. Сейчас уже трудно вспоминать, уже столько лет прошло, столько было за эти года. Но я смотрела ваше видео, да, и многое тоже вспомнила, как это было тяжело. Максим наш первый ребенок. Мы не ждали плохого. Он как бы развивался по возрасту, можно сказать. И вот в полтора года, когда у него была поставлена прививка, АКДС и по Элимилит, там мы в один день почему-то все это сделали. Он как бы вот с этого дня, он как бы у нас перестал ходить. Ну, то есть как бы у него болела нога, и он как бы вот сидел в коляске. И вот как бы с этого начался, наверное, наш путь. Хотя я не винила прививку в прямом смысле, но, наверное, она как бы тогда подтолкнула, да, как бы вот откат. То есть у него пошел резкий регресс. То есть даже то, что было, он стал терять. И к двум годам у него ушло все, что он умел. И было очень-очень много признаков. Поэтому мы рано поняли, что с ним что-то не так. То есть мы, ну, как бы первый ребенок, но тем не менее мы забеспокоились. Два года уже сильно прям, что Максим, ну, не такой, что он как-то странный. И на самом деле я даже, ну, обрадовалась, когда узнала, что этому есть название. Потому что я там уже напридумывала себе, ну, что он там психически не в порядке, еще там что-то там. Вот. Ну и с двух лет мы, собственно, начали бороться. И как бы мне стало легче, когда вот был поставлен диагноз. У меня не было, ну, такой прям, тоски печали. Наоборот, как бы я там засучила рукава, начала заниматься. Пошли какие-то мелкие изменения у Максима. И мне, ну, как бы, это давало мне силы, ну, работать дальше. Вот. Ну и, как бы, на блоге раз написано, да, мы, на самом деле, много за эти годы чего пробовали. Наверное, все, что вот в мире аутизма, да, как бы, есть, мы все пробовали. Расскажите, какие были проявления, ну, в начале. Ну, вот он не ходил у нас, отказывался выходить из коляски. Его перестало интересовать все, ну, все, что нравится детям, его перестало интересовать. То есть он перестал обращать внимание на животных. Ну, до этого, ну, как бы, дети маленькие любят, да, там, кошечек, собачек, птичек. Он сидел абсолютно с отсутствующим видом в коляске. У него не было никогда указательного жеста, у него никогда не было речи, ну, даже вот дома до прививки. Но все-таки он развивался, и он, как бы, был, ну, улыбчивым, я не знаю, какие-то. А тут он, как бы, сидел, его невозможно было, ну, вытащить, он орал сразу, ну, из коляски. То есть ему неинтересны были детские площадки. Он играл только камнями, ну, как бы, вот камни, камни. Либо вообще даже, даже машины. Вот он смотрел на дорогу, вот машины ему всегда нравились. На дорогу, то есть мельчишения. И двери, двери, лифты, бегущая строка, то есть он трансциклился, домофоны. То есть это единственное, что его привлекало на улице, это вот, ну, такие вот штуки. И совсем не, то есть ни качели, ни горки, ничего невозможного было. То есть он ходил бесцельно. Ну, то есть даже если он выходил из коляски, он ходил с отсутствующим видом бесцельно. Ну, это очень пугало. То есть на самом деле на тот момент я была в таком состоянии, что, ну, как бы, какое-то мое было чувство вины, наверное, что, ну, может, я его не могу растормошить. Ну, вот почему он такой, так не хочет, да, как бы не хочет общаться со мной, получается. И я, ну, с миром. И я его, как бы, в какой-то момент, ну, у меня тоже была обида на него, и я, ну, как бы оставила его, что вроде бы, ну, не хочешь, не надо. И вот, ну, он ухудшался на тот момент сильно. Ну, то есть регресс был прям лет до двух с половиной у нас сильный. То есть у него начали появляться стимы, ну, вот, крылышки. Вот в этом где-то возрасте, там, до двух лет. То есть он махал руками, он кучковал игрушки. То есть он никогда не играл им нормально, он их только по-всякому редковал. Ну, то есть машинки в ряд, кольца, допустим, снимет редки. Очень много купался. Это вот прям у него было. То есть по пять раз в день он купался. Ну, мультики, соответственно, смотрел, потому что больше ему ничего не было интересно. В еде он, как бы, скузил очень свой рацион. Ну, то есть стал меньше... Ну, новое перестал пробовать и, как бы, потихоньку, вот, ну, как бы, ограничил себя. И, ну, как бы, долгое время он все-таки не расширяет себе рацион. То есть так вот, какие вот фрукты любил, такие и ест, например. То есть овощи, допустим, не ест все эти годы. Ну, и поэтому мы, собственно, отдавали ему витамины потом, потому что рацион все-таки у него достаточно скудный. И, ну, то есть логопеды, да, ну, понятно, там речи вообще не было, но у него у нас пропало понимание речи. То есть все-таки до этого мы с ним занимались, там, до года у нас есть видео, где он понимает абсолютно карточки, цвета, речь. А вот после полутора лет, к двум годам, и он еще пошел в садик у меня, это вот стало таким для меня, такой красной тряпкой, потому что, ну, было невозможно не заметить, насколько он отличается от других детей. Ну, то есть он у меня первый, да, но тем не менее я прихожу в садик, дети нашего возраста и младше, они, ну, они другие совсем. То есть Максим играл один, он играл только вот как бы не игрушками, то есть там он как бы либо там стучал, либо вот куда-то засовывал, вот у него была прям маниях что-то засовывать под диван, там, под одеяло, я не знаю, там, себя он постоянно куда-то пытался засунуть. И это все было как бы, ну, вне социума. То есть в садике он в год 9 пошел, и вот, и он не понимал свое имя, то есть он перестал откликаться на имя. И в садике, ну, постоянно был такой стресс, потому что мне делали замечания постоянно, что как бы, ну, как будто бы я там его не учу, не занимаюсь, что вообще-то там непонятно, мне там намекнули, что вы там пьете, наверное, у вас там непонятно, чем ребенок один, ну, почему он там в туалет не ходит, почему горшок не понимает, а он не понимал, он так долго и не понимал, до двух с половиной лет, он как бы через дрессировку, вот через АБА мы смогли его научить горшку в два с половиной года. То есть там до двух лет там даже шансов не было. Он вообще, он себя не понимал вообще, ну, как бы имя свое не понимал, и у него пропало понимание речи вот на слов. Ну, то есть он вообще перестал ориентироваться, то есть он ориентировался по ситуации, то есть пришли на кухню, Максим, садись, он садится, то есть он елся, он пил сам, и, ну, у него нормально было более-менее по моторике, но был еще один симптом, то есть у нас вообще классический какой-то такой был по симптомам набор, у него были сенсорные нарушения по телу, то есть он не заметил, допустим, ожог, ну, волдыри у него были сильные, утюгом как бы, и он даже-даже, то есть он спать лег. Я только увидела, что у него ожоги, когда он проснулся через несколько часов, ну, как бы вот как-то у него болевой порог, вот был и хождение по одним и тем же маршрутам, прям навязчивое такое, то есть, ну, орал он вообще, то есть в этот период он орал, ну, непрерывно, наверное, ну, как бы это вот не прекращало, его невозможно было утешить, то есть он как бы отказывался от физического контакта, ну, и я была такая обиженная, немножко уставшая, там была осень, и вот как-то мы вообще с ним, то есть мы существовали вот там как бы в одной квартире, но он отдельно, мы отдельно, вот эти маршруты появились, то есть его невозможно было отвезти другим маршрутом, он вел там либо в магазин, либо вот по одному и тому же маршруту, ну, и поэтому мы пользовались, собственно, долгой коляской, потому что вот, ну, орущего ребенка тащить на себе, это, ну, очень тяжело, вот, и что еще было, ну, там очень большой набор, вот так, чувствительность отсутствовала, и, наверное, уши, да, уши стал закрывать, звуки «ы-ы-ы», как у глухонемого, то есть у нас очень долго, вот врачи единственное, что делали, они почему-то мне намекали, что он не слышит, ну, то есть так вообще никакой помощи не было, ну, то есть они все говорили, что все хорошо, потому что, ну, в анамнезе у него была нормальная беременность, нормальные роды, и они мне говорили, да все прекрасно, вы же не жаловались, вообще все прекрасно, а речь там это вообще, это, пятое-десятое вроде бы, а, ну, как бы, а я-то чувствовала, что что-то не так, но не могла объяснить. С родологом мы проходили, всякие тесты, все было в порядке, но при этом он вообще, то есть вот в этот период у него стало очень неадекватное поведение в госучреждениях, ну, то есть вот, он не мог ждать, он вообще не понимал, что, ну, как ситуацию, да, что надо там показать рот, нос, там, как бы, ну, то есть вообще, то есть он просто орал, как бы убегал, то есть я его ловила, я в этой больнице, когда сидела в очередях, я ловила его, не знаю, сотни раз, наверное, он убегал на улицу, на дорогу, то есть да, у него не было чувства опасности абсолютно, и как бы при этом он стал очень неуклюж, тоже, ну, то есть уже, как бы, ходящий ребенок, вот после прививки, он стал спотыкаться, падать, он даже вот бортик, ну, допустим, вот такой, он шагал, и сразу головой, ну, как бы, что он не мог спуститься, и вот у нас очень много было фотографий, где у нас травмы, ну, в смысле, что вот это вот, то есть я не поспевала за ним, он уже все это умел, а тут, как бы, он идет на броне, ну, как бы, везде, и вот, ну, очень, очень хлопотно было к нему в тот период, потому что вот он, как бы, так вот полностью утрачивал, как бы, даже то, что умел уже, ну, и, собственно, такой перечень, я набрала в интернете, вот, было ему два года, ну, муж улетел в командировку, и вот за эти дни, когда я была, ну, полностью, то есть я не могла отдохнуть, да, как бы, от него, то есть так мы с мужем менялись, и, как бы, казалось, что вроде все не так плохо, а тут он улетел в командировку, Максим остался со мной, и я начала снимать на видео, и, ну, по вечерам, когда он спал, я пересматривала видео, и, ну, и вот тогда я поняла, что, ну, это точно не в порядке, так не может себя ребенок вести, что он лежал постоянно целыми днями, катал игрушки, вот так вот перед глазами у него еще как-то взгляд стал, он скашивал в сторону, и я, и у него появился смех в пустоту, вот это вот меня сильно напугало, что мы, как бы, ну, что я его качу по улице, вокруг мир, птички поют, а он, он смеется, ну, в смысле, в пустоту. Я набрала в интернете смех в пустоту и машет ручками, как крыльями, и мне в улице, ну, как бы, аутизм, да, как бы. Я работаю в государственном учреждении детский психиатрический диспансер. Конечно, до нас доходит не сразу, да, мама Наталья описывала много симптомов, которые соответствовали диагнозу аутизм, и родители чаще обращаются к частным психологам, ходят в частные центры, и к нам, в государственные учреждения, да, чаще приходят в состояние отчаяния или когда нужно решать какой-то вопрос и профмаршрут ребенка, да, куда определять, в какое учреждение, по какой программе. Ну, медицинские, я как бы сразу закрыла сайты, потому что, ну, смысл в ней там, как бы, ну, неизлечимый, и как бы все, меня такой порядок не устраивал. И я тогда попала на сайт биомеда, сам биомед меня очень сильно напугал, то есть мне как-то, ну, то есть я читала, но я чувствовала, что это не наше, что это, ну, я не смогу давать ребенку, который ни лекарства у меня никогда не пил, ни, ну, как бы, вот только прививки получал, что, ну, как бы вот эти вот горшнями там эти синтетические витамины, БАДы всякие, я знала, что это не наш путь, но тем не менее на этом сайте были счастливые истории, ну, в смысле, что дети улучшаются, что дети заговорили, что дети там, ну, как бы, что вот эта вот волна отчаяния, она мне не захлестнула тогда, потому что я увидела, что раз другим пять лет заговорили, значит, и мой заговорит, если там другие дети пошли в школу, значит, и мой пойдет в школу. Некоторые детки очень раздражительные, возбудимые, они аффектируют на предложение поиграть с ними, да, или особенно, когда предлагаешь задания, которые им не хочется делать, и в этом случае бывает, что врачи назначают медикаменты. Часто деткам аутизмом выписывают такой препарат, как Рисполепт, это нейролептик, многие родители соглашаются на медикаментозное лечение в состоянии отчаяния, ну, вот мама Наталья, изучив проблемы, да, прочитав много информации на различных сайтах, да, использовала поведенческую терапию АБА и добилась тоже неплохих результатов. мы начали что-то пытаться пробовать, давали креон одно время, диету попытались держать, стало лучше, в общем-то, это дало мне силы двигаться дальше, то есть, со временем терапии менялись, мы пробовали что-то новое, и каждый, в принципе, каждый пазл что-то принес в нашу жизнь, какие-то терапии вообще не помогли, но, в общем-то, я не жалею о том большой им пути, потому что мой ребенок постоянно прогрессировал, в общем-то, хотя у меня были еще потом два кризиса, невзирая на его улучшение, вот в пять лет, когда все-таки речь речь у него не стала в норму, как бы далеко, то есть, он заговорил в три с половиной года, так и не смог заговорить через уши, ну, то есть, не понимал речь, ну, то есть, алалию нам ставили, и Канера классического нам поставили уже в тот момент, уже дали инвалидность, он не понимал на слух, поэтому он не мог заговорить, то есть, я его там по-всякому занималась с ним, мы вызвали у него гласные, несколько согласных, я их все записывала, там, обводила, радовалась каждой глупой, но он не мог как бы все заговорить, потому что не понимал, что нужно сказать, то есть, он как бы, ну, он слышал, как в воде, ну, так было ощущение, что, ну, как бы, он пытается понять, но слово не слышит, и поэтому повторить не может, и мы стали заниматься по методике Домана карточками, и вот, и он научился читать, он в 3 года научился читать, и в 3 с половиной он смог по вот этим карточкам он смог заговорить, ну, в смысле, вот он смотрел на карточки, я ему показываю, там, ухо, он говорит, ухо, ну, в смысле, там, ну, немножко нечетко, но, там, «Луна, Луна», ну, то есть, он начал повторять, это был, ну, огромный прорыв, Но кипяти-то, да, ничего не изменилось То есть, хоть мы и прошли несколько терапий на слух И он стал слышать, в общем-то Но он так и не мог в пять лет перейти на Ну, там, до свободной речи там вообще, как до луны было Он не мог перейти от эха То есть, там, Максим хочет пить Максим, скажи, дай пить, да Он тоже там, он повторял слово в слово То есть, там, мама, дай пить Скажи, мама, дай пить Ну, то есть, вот такая была речь, которая, ну Если ему не подсказать, ну, что сказать Он ничего не скажет Ну, в смысле, вообще никак То есть, там, как бы, вот прочитать он мог То есть, карточку показываешь носорог Он скажет носорог, и все Ну, как бы, то есть, у него, он набрал тысячи Он к пяти годам набрал тысячи слов Но не мог из них сделать, ну, просьбу даже не мог То есть, просьбы были только шаблонные И только с моей подсказкой Чуть ли не... То есть, вот я, ну, реально, я его там дрессировала Как собачку, там, держишь изюм И говоришь Дай, ну, там, изюм Вот он, дай изюм, как бы Ну, это не была победа И в пять лет у меня был такой кризис Что вроде бы столько всего преодолено Там и в садик ходит И, ну, как бы, учится новому Ну, вот речь, она, как бы Ну, это вообще не речь Ну, это вообще эхо просто Хотя, ну, если сравнивать с другими детьми Которые, ну, вообще не заговорили Да, ну, это, конечно, была победа И, как бы, грех было жаловаться Поэтому, ну, как бы, работать дальше Да, решила То есть, я погоревала, погоревала Что, как бы, речь сама вот так вот Не включается у него А что делать, как бы И, ну, на тот момент просто Когда было Максиму три с половиной года Родился у нас второй ребенок Немножко пришлось, ну, от Максима отстать Да, как бы, постоянно было Какое-то чувство вины Что, вроде бы, можно было бы Только Максимом заниматься А я, как бы, занимаюсь Другим ребенком, да, другими-то делами И, ну, что, вроде бы, надо заниматься Вот в пять лет мы подключили Ну, логопедов Но это вот вообще капля в море Вот, наверное, больше всего Я жалею не о терапиях Которые я пробовала Потому что они хотя бы шанс давали То есть, я не знала Помогут они или нет Я пробовала Я была первопроходцем во многих терапиях Я сразу делилась на блоге А вы расскажите подробнее Вот с чего вы начинали С каких терапий Какие давали результаты, какие нет Нам вначале, вот, ну, там, креон мы попили И диета Оказалось, ну, это вообще не то Ну, то есть, он, как бы, ему легче стало Но я подумала, что это вот Ну, просто надо ему питание Ну, меньше вредного, больше полезного Это даст 80% результата И, как бы, ну, и успокоилось То есть, диету мы отменили Потому что, ну, я считаю, что организм, во-первых, должен привыкать Во-вторых, это не выход Вот, ну, просто вот так вот Этот замок повесить на холодильник И все То есть, просто чуть больше полезного Чуть меньше вредного Это для меня был такой компромисс В этом плане Первая терапия, которая Мне очень сильно помогла Была холдинг-терапия Именно потому, что вот у меня Это был период, когда И я тоже чувствовала какую-то вину И отторжение, ну, от Максима Что вот он не идеальный Ну, не такой, о котором я мечтала Что такие вот сложности И эта терапия помогла Вот мы просто обнимались Мы обнимались часами каждый день Ну, и я научилась его успокаивать Ну, то есть он там вначале там плакал, ворвался Но я научилась его утешать Как бы, потому что вот Ну, когда он уходил Когда вот регресс у него был Я в какой-то момент, ну, тоже устала И сказала, ну, и ладно, вроде, поиди Не хочешь общаться? Не будем общаться И холдинг-терапия, она помогла вернуть Вот эту вот какую-то близость Что я не боюсь тебя Нет, я все равно тебя люблю Нет, я тебя, ну, спасу Вот такой у меня был посыл Когда мы обнимались И несколько раз муж обнимался тоже Ну, как бы мы занимались каждый день Иногда он заменял меня Ему тоже помогло научиться Не бояться истерик Потому что вот эти истерики Ну, они были очень сильные То есть он по-разному пытался добиться своего Так же, как и все другие дети Даже нормальные дети тоже пытаются добиться своего А у детей с аутизмом Это просто, ну, иногда вот переходит Там целые грани, если вот родители Не научаются ставить им эти вот эти рамки Вот холдинг-терапия помогла мне принять То, что мой ребенок не хочет, да Там, не может И научиться мне говорить ему Нет Утешать там любыми способами Там, смотри, птичка там, ну, любит То есть я ему пела Ну, несколько часов у меня был целый план То есть я ложила листочек Мы слушали песни Железновой Ну, как бы То есть ему было два года И мы как будто вернулись Когда ему год И начали заново Ну, то есть Потешки, песенки, там, ладушки всякие И это очень помогло То есть мы Я долго делала Я, наверное, месяцев восемь делала Эту терапию Она, потому что помогала После нее Максим Смотрел мне в глаза Это были первые Первые разы, когда он не смотрел в глаза Потому что Ну, у него пропал Контакт Ну, и вообще желание Как бы вот телесного У него только появилось Вот на холдинге опять То есть это все пропадало То есть он абсолютно не Он, то есть он спал в коляске Он на руках Даже не мог заснуть У нас был перелет Один раз в самолете Это было как раз в год 9 Это было ужасно Ну, я как страшный сон Вспоминаю, как он орал Ну, то есть Шесть часов, по-моему Мы летели до Хургады И он все эти шесть часов орал Потому что он не мог на руках Ну, уснуть Ну, то есть Ему не нужна была я Он хотел свое, там, не знаю Одеялко Не хотел быть на руках Ну, то есть он вырывался И люди смотрели на меня И думали, что, наверное Это вообще не мой ребенок Что я его украла Потому что я не могла его не усыпить Он уснул, когда мы садились И в итоге я тащила его на руках И коляску, и чемодан То есть я была без мужа С подружкой И, ну, вот Это такой был показательный момент Насколько ему было плохо И даже вот на море Ну, то есть это было вот море, да У меня очень много фоток Где Ну, где Максиму плохо Ну, в смысле, что вот Море, солнце Ну, то есть Дети на море обычно так Ну, новому учатся, да То есть у меня, когда там Второй ребенок первый раз поехал на море И там второй И третий Он там речь, да, появлялась у ребенка Какие-то вот эмоции А у Максима Лешка была Ну, то есть он лежал Он лежал на асфальте Он Ну, у меня миллионы этих фотографий Где он смотрит в никуда Где он уходит в никуда Это вот как бы Вот мы так с ним отдыхали Было очень тяжело Я была одна с ним То есть он у меня упал со стульчика там, допустим Ну, то есть он вообще не понимал просто Где он, что он, как бы И, ну, вот я катала ему в коляске И на море На море Это ужасно То есть он сейчас, имея там детей, да Как бы, у меня даже в голову не придет Им на море включить мультфильмы А Максим на море Вместо того, чтобы купаться, играть Ну, то есть ему ничего неинтересного было Я включала ему DVD, ну, там Телефон, мультики, в смысле Потому что мне тоже надо было, ну, как бы Отдохнуть, передохнуть, поесть, я не знаю То есть ему вообще ничего неинтересного было Там было много кошек Ну, в Египте вообще много кошек Ему неинтересно было Ну, то есть вот такие вот, ну, как бы мелочи Но я тогда еще не знала, да Как бы, мы приехали И я фотографии, когда смотрела Я тогда еще раз осознала Что, ну, как бы, ну, не может быть так Что ребенку, ну, год и девять Ничего неинтересно Что он лежит и ничего не делает Вот Про терапию Так, холдинг помог Абба помогла Ну, как бы, в плане, что просто Хотя бы он стал чего-то уметь То есть мне все-таки не хватало Что он, ну, как бы Мужу, да, сказать Вот он научился то, сё Вот в этом плане мне Абба помогла Потому что, ну, я научила его цвета Там, формы, лото Собирать карточки То есть мы занимались Абба Пять раз в день По, ну, там, сорок минут То есть у меня вот был Ну, корзинка, да Вот пока вот он всё там Пазл собрал Молодец Вот тебе изюминка Там Там Покажи кошку Показала Там Собери сортер Собрал И вот так вот Как бы каждый день То есть он привык Что у нас пять раз в день Он вообще любит у меня расписание Что, ну, пять раз в день Мы с ним занимались Абба И, конечно же, он научился Он, конечно, научился И цвета И, ну, при этом речи не было Ну, как бы и горшок Вот он тоже даже Вот уже Вот он вроде Ну, он научился сопоставлять У него Ну, такое логическое Немножко мышление включилось Он И это дало вот мне тоже Тогда силы Что, ну, он же вот Умный Он всё может Он просто, ну, далеко Как бы надо И это помогло Ему ничем не заниматься Таким, ну, дурным Ну, что он же занят Получается Пять раз в день И он как бы ждал уже даже Ему даже нравилось То есть ему стало получаться То есть там Мы выучили там Носик, кубок Ну, то есть то, что дети там учат В полтора года Вот он смог освоить В два с половиной года И вот Это тоже мы занимались Это был вот один период У нас был холдинг Ну, каждый день, да То есть там потешки Песенки всякие И вот эти занятия Ну, и по выходным Мы отдыхали То есть это был как бы будни То есть у нас это было Ну, вместо садика То есть мы не ходили в садик Потому что в садике Смысла ему не было На тот момент Он, ну, как бы В детях не нуждался Воспитатели все его Ну, ругали, гнобили Как бы нас тоже Как родители Постоянно пытались Ну, как бы Обидеть Ну, как бы там Намекнуть Что мы что-то не так делаем Поэтому мы его из садика забрали Написали заявление временное Но мы так и не вернулись В садик И мы долгое время Пока Пока не родился Второй ребенок Мы не ходили в садик Мы занимались Вот сами Вот так вот Ну, то есть Мы занимались Ванной Сенсорной Всякие добавили Песочки Там всякие Качельки Вот мы вот через физическое Там тачка его ходили То есть за ноги брали Там заставляли ходить Ну, то есть мы его так Мы его тормошили Постоянно То есть пока он у нас был один Мы его Везде Как бы там Ну, он орал То есть у нас еще была Вот уже когда Более-менее даже получше стало У него добавилось Сильно в машине Кто-то вот По-моему Папа Когда на видео говорил В другом фильме Что Ребенок бесновался в машине Я так Такого Смасшедшего дома Я никогда не видела Как у моего ребенка Вот в три года Что мы едем Допустим на машине Ну, мы не знаем Даже Но едем мы куда-то И допустим Муж развернулся Повернул У Максима был Ну, это просто безумие начиналось Он в этих ремнях Ну, в смысле В автокресле Он начинался биться Во все головой Там, об стены Все это Вот потому что Мы сменили маршрут А какой сменили Куда мы должны были ехать Откуда я знаю Ну, то есть И это было вот Ну, наверное До четырех лет Наверное Такие вот Смена маршрута Вот у него прям была То есть у него какие-то И когда он уже говорить умел Он тоже плакал Он плакал Что типа Мы не той дорогой поехали Ну, как бы что Вот для него это почему-то Было важно Я не знаю почему Ну, как бы Долго у него такая сохранялась В три года Мы добавили ему Тенториум Витамины Они очень сильно Помогли нам На тот момент Потому что Все-таки Я считаю У него была ЖКТ какая-то ЖКТ нарушение То есть В детстве У него были поносы С года То есть сильные То есть Нас даже в больницу Уложили У него 20 дней Хотели ложить Я так и не согласилась В 20 дней Нам пришлось убрать Тогда ему молоко Ну, в смысле молочку Потому что Он так и не Не смог Как бы выровнять стул То есть 20 дней Как бы у него И так у него И продолжилось То есть У него Ну, был Какий-то стул Там непонятный Там Сдутие живота Пятна Красное Что-то Диатеза Что-то Периодически Хотя мы так Мы и не выявили Закономерностей И на витаминах До сих пор До сих пор На тентуриуме И для меня Это просто Витамины Поддержка То есть Я не даю Лекарства У меня вся аптечка Как бы заменена На тентуриум И Ну, как бы Вот это для меня Способ Ну, я не готовлю Специальную еду Я ничего особо Не ограничиваю У нас просто Ну, такой перекос Что правильно Пищеполезно А неправильно Это редко Но можно Вот так вот Как бы А все остальное Как бы заменил тентуриум Поэтому я как бы Тут галочку поставила Такую жирную Что я помогаю организму Ну, как бы Существовать И успокоилась Как бы И Пошел он в садик В три с половиной года Ну, потому что Я занялась малышом Как бы Максим пошел в садик Сначала там платный Пока мы ждали Вот Ну Потом по инвалидности Нам дали садик Обычную Ну, логопедическая группа И вот с четырех лет Он ходил в логопедическую группу Там 15 человек было И Ну, там он самый тяжелый Конечно Ну, там в смысле Дети вообще обычные были Логопедическими проблемами В основном Ну, он ходил И он выпустился у меня В семь В семь лет он выпустился Из детского сада Ходил с трудом Никогда не спал То есть у него были проблемы Он не спал Но тем не менее Как-то они его терпели То есть там укладывали Ну, рядом с собой Там шикали-шикали У него на тот момент Уже Наверное, после четырех лет У него появилась Навязчивая речь Очень сильно То есть звуки Шептания какие-то Не, ну не четырех Нет, наверное, после микропорализации Четыре нормально все было То есть у нас был К пяти годам У меня был такой рубеж Что вроде бы Там Чуть-чуть до маленькой И все готово И вообще все в порядке будет Только вот речь Вот речь меня беспокоила Вот мы делали терапии Захотел услышать Он услышал И с ним стало легче Ну, общаться и учить Но в целом Как бы эту картину мира Ничего не изменило Он также не хотел учиться В целом Ну, так, в большей части То есть лучше стал После тенториума Стал хоть что-то хотеть Но вот основные признаки У него сохранялись То есть он У него не было мотивации Ну, то есть слабая мотивация Да, он нуждался постоянно В изюминке Или там Ну, в изюминке И на него даже не работал На него никогда не работало Наказание как таковое Ну, в смысле Потому что ему было все равно Нравится он нам, не нравится Расстроимся мы, не расстроимся Накажется, не накажется А вот, ну, как бы виноград, изюм Арбуз Ну, то есть фрукты какие-то Ну, как бы такая дрессировка У него была Она на нем работала И Логопедов мы заменили Тоже вот через терапию Спич-лидер Ну, то есть там Тоже он повторял Многократно Там, ну, там специально Такая Микрофон Ты, наушники Он слышал сам себя То есть эти терапии Уникальные, честно говоря У нее Мне очень понравились они То есть он через наушники Слушал сам себя Повторял И если он повторял неправильно Им не засчитывалось И это помогло Вытянуть Ну, правильное Чуть-чуть Более правильное произношение То есть мы так и ни разу не работали С логопедами Только вот через эти программы Выехали на более-менее Там, как бы, речь То есть повторить В 5 лет он мог все, что угодно Но никакого там сознания Самосознания у него не было То есть он мог одеться Раздеться там в садике Ну, там Он не вел себя как-то особо плохо То есть он в садике пережился Он там с участка не уходил Особо не плакал Так, ну, не плакал Но много лежал И много вот там махал руками Двери Двери у него долго-долго-долго-долго Были эти двери Они ему это все разрешали Там в садике Я видела Они его не дергают Они с ним не занимаются То есть он не участвовал Вот в процессе обучения в садике Но, тем не менее, он ходил Ходил на весь день Гулял вместе с детьми Кушал Как бы, поэтому я была довольна Ну, это уже было очень много Потому что, ну, как бы Его любили в садике Как бы, хорошо относились Я очень благодарна Нашему детскому саду Потому что все-таки Ну, я знаю случаи Когда вообще детей выгоняют И не принимают И только и, как бы Палки в колеса ставят Как говорится А тут нам все-таки повезло Это был садик обычный Рядом с домом Как бы нам было удобно Он ходил вот в этот детский сад Это тоже, я считаю, помогало Хотя они особо не занимались Несмотря на то, что Максим Не выполнял Много разных заданий В садике Да, мама отмечает Что он лежал Хлопал дверями Да, его Сильно не трогали Но все равно Детский сад Это хороший опыт Социализации Он выполнял Какие-то режимные моменты Выходил с детками на улицу Собирался Мыл ручки Да, то есть Обучался все равно Новым навыкам Новым навыкам Самообслуживания И у мамы Была возможность Как-то дома Заниматься Своими делами Вторым ребенком Да, то есть Мама тоже Не так истощалась Как только подрос У меня второй ребенок Я вернулась К занятиям То есть я опять стала Чаще Ну, то есть я как бы Ну, как чаще Час в день я ему уделяла Я стала опять с ним заниматься Ну, и как бы Вот мы добавляли Очень много сенсорного То есть очень много Я не знаю, как бы Помогало ли это в какой-то степени Ну Но мне нравилось Что он занят И он занят такими Полезными для тела Штуками Ну, то есть там Висит на брусьях Я не знаю Еще что-нибудь То есть Ну, то есть Может это не помогало Но психологически Мне становилось легче Что Максим куда-то ходит Что-то делает Что у него там Ну, как бы Что ему нравится Главное тоже То есть Ну, мне было важно То есть Мы когда логопеда искали Мне было важно Чтобы Максим Все-таки Учился Занимался И продвигался Как бы Хоть это была и капля в море Но зато Он учился взаимодействовать Не только со мной Я же понимала Что, ну, как бы Мир-то он большой То есть Меня-то он слушает И слышит И делает даже Ну, и все равно Я тратила тоже много сил Чтобы его Убедить всегда То есть Все-таки Мотивации у него Собственной Не хватало То есть Он хотел учиться новому Ему в какой-то момент Стало интересно Все детское То есть Вернулось вот обратно Что ему нравится Там и в цирке И в магазин И он там За любой кипиш Это вот, наверное После пяти лет То есть Самокат он там Освоил Велосипед Ну, как бы Все стало ему интересно То есть Внешне стало Практически незаметно Но речь его Очень сильно выдавала И в шесть лет Когда мы сделали Микропарализацию Зачем-то Я очень их боялась Делать Мы сделали И зря Как будто У него появились Новые Странности Вот навязчивые речи Очень-очень сильно Из мультиков Ну, то есть Вот к тому моменту Он перешел на Шесть лет Он перешел на предложение То есть Он более-менее стал Шаблонно выстраивать Правильные выражения То есть Ну, путая там Склонение и спряжение То есть Сам практически Не пытаясь Составлять предложение Но используя Правильные Ну, как бы Обороты Которыми мы его научили И микропарализацию Мы сделали Два курса Первая же Микропарализация Как-то Мне очень сильно Не понравилось Совпало Что мы поехали В отпуск Вот как раз Ему было шесть лет Младшему ребенку Три года уже На тот момент Это был ужасный отпуск Это был худший отпуск Даже хуже Чем тогда Когда я одна С ним в Египет летала Это вообще Это было что-то с чем-то То есть Ну, вот прошли Микропарализацию Он и так был Весь перевозбужден А тут еще вот То есть Одна комната У меня ребенок Который хочет спать А Максим-то уже не спит И вот в этой одной комнате А Максим Болтает непрерывно То есть У него потоком Вот эти вот Куски из мультиков Я не знаю Какая-то болтовня И мы его выгоняли На балкон А что делать Как бы Ну, мы тоже устали Я не знаю Весь день на пляже На море И как бы Он сидел на балконе С телефоном И продолжал болтать Болтать Выкрикивать Он как бы мешал И вот это вот Какая-то неосознанность Опять появилась у него Что он На дорогу То есть Ну, как бы Он так плохо себя вел Как бы И младший ребенок Тоже такой Кризис Трех лет у него был И они у меня Вот просто В разные стороны Разбегались Я думала Боже Это самошедший дом А не отдых Вот И я подумала Тогда Первый раз Что это Ну, из-за отпуска Ну, то есть Новая То есть Я написала Мы по протоколу Влада делали Только из-за этого Я согласилась Потому что Я очень боялась Этой терапии Я не хотела ее делать Интуитивно Я чувствовала Что она может навредить Но Ну, нам прописала Влада протокол Сказала Что вот Это вообще будет бомба Там ничего Плохого не будет Будет только все хорошо Ну, вот И Ну, я там написала Она меня успокоила Что это вроде бы Ну, прогресса Без перевозбуждения Не бывает Это типа Отпуск так у вас повлиял В общем, все пройдет И мы сделали второй раз И как бы Вот эти странности Добавились Какие-то тоже Вот по телу У него очень много Вот каких-то таких движений Было как бы Ну, то есть Какой-то такой регресс То есть В речи там вроде Прозвивался Но вот Ну Я сейчас Когда пересматривала Фотографии До пяти лет Как бы Я реально думала Что это здоровый ребенок То есть Я на блоге писала Что да все Там как бы Речь подтянем Вообще просто Победа Победа у нас в кармане Как говорится А тут как бы В шесть лет У меня Такие панические атаки Опять начались Что А куда мы что приехали Если вот Ну Ну как бы Тут даже уже стало Неуженым взглядом видно Ну то есть Там люди на улице Уже даже обращали внимание То есть До этого он как-то Вообще не выделялся То есть наоборот Такой умный Осознанный Он много чего умел Как бы Читал уже с трех лет Как бы А тут как бы Опять вот такая Вот все У него И потом Год спустя Когда мы уже сделали Все терапии То есть получается В том году Когда максимум было Семь Или Ну не важно Короче Год спустя После микрополизации Я узнала Что Они делали Там нам Неправильно все Ну то есть Что они в этот протокол Не смотрели Что они там Ну как бы Что я принесла Свой протокол И платила им Тысячу рублей За сеансы Они в протокол Не смотрели Они там аноду С катодами Вообще Как упало Ставили То есть они просто Ну Ну просто так Что-то там делали Свое То есть они не учитывали Что у меня Вот такой-то ребенок Что у него Такой-то протокол Хотя мы с ними договаривались Просто там приходили Медсестры Разные смены Да Медсестры ставили Как умеют И потом А я узнала Потому что Моя подруга Пошла с дочкой Также по протоколу Влады И она фотографировала Каждую постановку Ну Шапочки Вот этих электродов И когда эти фотографии Пришли к Владе Влада Сама взялась Там за голову Потому что Ну это вообще Ну то есть это абсолютно То есть они вообще Не понимают Что они делают Они не понимали Там плюсы с минусами И оно так оттуда Куда они ставят А я своему ребенку На тот момент Уже сделала Две терапии И все думала Что ну вот Чего же у него Так все Хуже-то стало Как бы И Собственно Я конечно жалею Ну я ничего не могу Изменить К сожалению Только предостеречь других Что вот эти токи Ну как бы И Наталья Тоже как бы Ну сказала Что это опасная терапия Как бы Которая Может навредить Я считаю Что тогда Навредили Помог еще бассейн Пять лет Максим пошел в бассейн То есть Там прям тренер Мы брали тренера Она научила его нырять И вот через Задержку дыхания Через ныряние То есть он нырял Это помогло ему в речи Ну то есть Как бы Потому что он не умел Выдувать даже На момент шести лет Он не мог Ну дуть Как бы У него выдох был неправильный Ну Через бассейн Он смог так легко Он обожает воду То есть с детства И вот плавать Он учился плавать Это тоже была такая наша Большая победа А главное Это нравилось ему Ну и он взаимодействовал С тренером Вот мы там Ходили какое-то время Логопедов мы продолжали Но я не считала Что это как-то Особо нам помогает Это просто Ну Как бы Опять же Чтобы не чувствовать себя Биноватой Что ну Хоть кто-то С ним еще занимается Хоть что-то Ну по капельке Там какие-то Крупиночки У него останутся Сама я тоже Как бы Как могла Наглядно То есть у него Все через наглядно То есть так он На слух Как бы и не Не особо-то хотел И Когда 7 лет Он выпускался Из садика Ну это было Такое волнительное Для меня Время Достаточно приятное Потому что Все-таки Ну он ходил Он выпускается Я так ждала И он меня Очень порадовал Он танцевал На выпускном Он танцевал С девочкой Она вела Конечно Ну в смысле Это была девочка Из соседней группы Он танцевал Все танки Поэтому он Как бы делал Некоторые движения Но вела она И получал Со стороны Казалось Что он вообще Классно танцует И он делал Это для меня Это было приятно То есть Хотя вот Он не был готов К школе На тот момент Но детский сад Мы выпустили С таком приятном Ожидании Но Это был детский сад А вот этот 7 лет Это у меня Был очень сильный Кризис Потому что он Вообще Не был не готов Ну то есть Вообще Никак В школе То есть Садик заканчивался А к школе Он не был готов То есть Ну в речи Там Только-только Вот он Как бы Пришел на предложение Но путал Склонения Спряжения То есть Он абсолютно Не мог ответить Даже на простые Вопросы То есть Сколько тебе лет Где ты живешь Пое имя Он имя мог Перепутать с фамилией Ну то есть Вот мы готовились Тесту Верника Ну там Не знаю Процентов 30 Он мог Шаблонами Там как-то Ответить Хоть что-то Там То есть Он практически Не понимал Все-таки Ну себя То есть У него Как бы Он я Говорил Но это Был неосознанно То есть Это не было Я Как я Это был шаблон Я хочу Я могу Дай мне Ну как бы Там какие-то Ну то есть Вроде бы Речь шла Она двигалась Но К моменту В школе Он не был готов И поэтому Я все-таки Нашла ему Более такой Подходящий Сидящий вариант Вот еще до Окончания садика Мне удалось договориться С учительницей Она набирала Жоховский класс Первый И я ей все рассказала Все честно Показала Максиму Мы встретились Да Я показала Максиму Я ей рассказала Какие у него проблемы Она сказала Что Все отлично Все получится Не беспокойтесь Все будет хорошо Эта методика ему подходит Я очень боялась Что ну как бы Это все сорвется Что нас не возьмут В этот пас Что будут против родителей Особого ребенка Но И Ну как бы Я ждала на тот момент Третьего ребенка То есть у меня Такой эмоциональный Было тяжело Потому что я собиралась Как бы Уделить это время Максиму Школа Да Как бы Такой важный период Ну а тут вроде Попять ребенок И как бы Ну на самом деле Если у меня Максим был один Я бы наверное С ума сошла От чувства вины Что я все Я бы должна А так как бы Я постоянно Находила Чем Ну Более важные дела Да И отставала от Максима И Максим пошел В первый класс Он абсолютно Был не готов Но И не смог Ходить сам Первый месяц С ним сидел Папа Ну то есть Сначала я сидела Но так как я только что Родила Ну как бы У меня маленький ребенок Сидел папа Ну муж мой Он сидел Как бы месяц Получается Ну не работал Да Грубо говоря Там как-то на коленках Пытался поработать И мы начали Резко искать Ну Тьютора Учительница Согласилась Там скрипя сердцем Что Ну Посторонний человек В классе Да Как бы Мы Посмотрели Несколько тьюторов Они все не подходили А потом пришла Молодая мама У нее тоже был Особый ребенок И он ходил еще в садик Ну то есть Она была свободна Весь день Ну и она стала Таким Лучиком у нас Она стала подружкой Для Максима И для нас Она стала Как членом семьи И она Миша Малыша моего Нянь Спомогала мне Ну в общем Как говорится Нет Худа от добра Ну и с октября Максим учился С тьютором Стало Намного лучше Конечно И в целом Вот тогда Произошел большой скачок Вот семь с половиной лет Когда началась у них математика То есть Роховская методика Она там все наглядно Все вот как Максим любит Там на большом экране Там нет вот этих Скучных тетрадок Учебников У них такой планшет Как бы Ну с маркером Маркерная доска Карандаши Маркеры Все И как бы И вот они на этих маркерах И большими буквами Там вот как Максим Потому что ходил На подготовку к школе Ну в центр особый И вообще никак То есть прописи Это было вообще ужас-ужас То есть он ненавидел прописи Он даже выучил эту фразу Как он ненавидит прописи Потому что он А тут он как бы Потихоньку Потихоньку Вот этим маркером Ручками Карандашиками Он начал писать И он понял математику То есть он вообще не умел То есть мы когда проходили Ну в 6 лет В 7 лет мы как раз Проходили инвалидность И Ну как бы Максим уже на тот момент Хорошо уже улучшился В принципе Они не хотели мне давать На 2 года Они мне говорят Мы дадим на год А я начала реветь Что вроде бы Ну через год опять У меня тут Ну а я беременна На тот момент все была Я говорю Через год мне будет Не до этого Дайте на 2 Вроде бы пожалуйста А они дали до 18 лет Ну как-то так получилось Что они типа Ну мы видим Что вы типа Не хотите инвалидности Своему ребенку Ну что вы не специально Как бы на него наговариваете Что Ну что он нуждается Как бы в этой помощи Ну как-то вот так получилось Что они дали инвалидность До 18 лет тогда И мы как бы все Мы как бы Ну мы и так ничего не пили Никаких Ну ни лекарств Ничего Ну мы как бы вообще Успокоились просто Ну и дали и дали Как бы деньги Помощь лишняя не помешает Но мы ничем не пользовались Вот так вот Ну я имею в виду Ни лекарства Ни как бы ничем Просто вот прошли Инвалидность Перед школой Получается ПНПК когда проходили Уже перед школой Тест Векслера Что вот он не был к нему готов Многие родители Деток-аутистов Боятся проходить Тест Векслера Дети действительно К нему не готовы Особенно если У ребят Страдает речевое развитие Есть непонимание Речи На вопросы Специалистов Ребенок Просто не знает Что ответить Да Он не понимает Вопроса Да То есть Усвоение инструкций Вербальных инструкций Затруднено И если еще на вопросы Там касающихся Общей осведомленности Да Детки что-то отвечают Ну хоть немножко Там да Называют там Времена года Или сколько У тебя ушей Сколько ног у собаки То есть Ну на такие простые вопросы Да Вопросы Которые касаются Социального поведения Человека Да Как реагировать В этих ситуациях Да Это очень сложные вопросы Для ребенка-аутиста И вот И они по математике Его тестировали Но вообще никак Ну то есть Там он узнал счеты 20 И Ну А Жоховский класс Он Математический И Весь ностябрь Я с ним сидела Там пыталась Я купила ему счеты И там И на счетах И там По-всякому И на конфетках Пыталась И он понял И вот Он полюбил математику И он полюбил Этот свой Жоховский класс И свою школу И Ну Это здорово было Наверное Из терапии все Ну Как бы Правку Атланта Мы пытались Пытались Остеоплата То есть Ну много чего пытались Давиду обращались К скайпу Нам не помогло Томатис Мы делали в Москве Один курс Вообще Никак Сто тысяч Потратили Ничего Ну Потому что Проживание в Москве Было дорого еще Вот Жили в Таиланде И помогло Ну то есть Вот Жить Путешествия на море Вот Жить на море Холдинг терапия Бесплатная Абсолютно Занятия Вот такие Частые Ну в смысле Именно в системе Да какой-то Что вот Он точно знает Что Этот тазик Вот тазик Я кладу А там Допустим Пазлы И прописи Вот он Сделай Ты свободен Вот это Помогало Можно уже Принцедай Уже Грустная часть Кончилась Начинается Счастливая часть Счастливая часть Счастливая часть